Вопрос скорее риторический. Никакого основания для торговли нет. Земля муниципальная. Реализатор пояснила, что работает на кого-то, кто привозит продукцию, но никакого договора с владельцем товара нет. Следовательно, вся ответственность вложится на нее. Ваш руководитель оставил вас, пошел себе спокойно. Так, как вы работаете, не позволите. Речь не только о документах, но и о соблюдении элементарных санитарных норм. Специалисты управления торговли оформляют протокол, помогают свернуть незаконную точку. Женщине предстоит явиться на заседание административной комиссии, где рассмотрят все обстоятельства и назначат штраф. Особое внимание уделяется пресечению несанкционированной мелкорыточной торговли, особенно вблизи больших магазинов. В частности, это хамса, овощи, фрукты, наши любимые мандарины. В ежедневном режиме сотрудниками управления проводятся рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками полиции. Главное, чтобы люди сами понимали и осознавали, что этого делать нельзя, что нужно работать в соответствии с законодательством. От самого центра города через самые излюбленные нелегалами точки. Стоит потревожить одну, найти кого-либо, на других уже проблематично. В Алексеевке за углом прилавок с колбасой и салом. Реализатор утверждает, что только пришла и не успела ничего продать. Вышла сюда из-за сложной жизненной ситуации. Срочно нужны деньги, а предыдущий работодатель рассчитался товаром. Проверяющие отметили, что история знакомая. Продавец сначала клялась, что здесь впервые, но ей показали фотографию, где она же неподалеку, правда, с другим товаром. В магазине Витязевы. Это там такое помещение. Я стояла. Она мне ни копейки не дана. Я ей сказала, пожалуйста, давай мои деньги. Она мне вместо этого принесла. Вот позавчера колбасу дала. Я встала здесь. Только встала администрация, когда пришла. Сегодня встала. Снова администрация пришла. Видимо, кто-то звонит. Ну, ради бога, мне оно не надо. По неофициальным данным, за один день торговли продавец-нелегал получает на руки 500 рублей. Штраф за несанкционированную торговлю может достигать 5000 рублей.